Добрый день, мои дорогие огородники! Посмотрите, какой урожай смородины был у меня в этом году, и это все благодаря этой удивительно простой, органической подкормке. А дело в том, что я всю осень сыпала под кустики очистки картофеля. Да-да, обыкновенные очистки картофеля, которые все выбрасывают. Смородина любит крахмал и глюкозу, а именно кожура картофеля наиболее богата этими элементами. А также в ней содержится много кальция, фосфора и железа, ценные аминокислоты и витамины. Это и способствует повышению сахаристости ягод и увеличению их размеров. Картофельные очистки – отличное удобрение не только для черной смородины, но и для крыжовника, малины, ежевики и для многих других видов ягодных кустарников, а также они положительно влияют и на рост плодовых деревьев. Однако для посленовых культур, таких как томаты, баклажаны, перцы и картофель, такая подкормка не подходит, так что не забывайте об этом. Удобрять смородину картофельной кожурой можно различными способами. Делать настои, питательные смеси, а также применять замороженную или сушеную кожуру. Кстати, свежая кожура способствует ускорению созревания компоста и обогащает его питательными веществами. Я под свои кустики смородины подсыпала просто свежую кожуру, присыпала ее золой, взрыхляла вместе с почвой и проливала водой. Урожай вы сами видели, а ягоды были крупные и сладкие. Но сегодня я хочу приготовить удобрение не из кожуры, а из целых небольших картофелин. Поскольку у меня всего 6 кустов смородины, то думаю, что такого количества будет достаточно. Для приготовления подкормки я измельчаю сырую картошку на мясорубке. Это для меня самый удобный и быстрый способ. Первым делом, я под кустами смородины убрала мульчу и аккуратно взрыхлила почву под каждым из них. И не забывайте, что корни смородины находятся на поверхности почвы, поэтому надо взрыхлять очень аккуратно. Затем вокруг кустиков я делаю неглубокую лунку и в эту лунку подсыпаю по одной столовой ложке суперфосфата. Суперфосфат очень медленно растворяется в почве и только весной смородина получит фосфорное питание, а фосфор отвечает за развитие корней и активное цветение. Аккуратно суперфосфат заделываю в почву. Затем сверху под каждый кустик подсыпаю стакан золы. И только после этого сверху золы я распределяю тонкий слой измельченной картошки. И снова аккуратно опять взрыхляю, так чтобы эта подкормка смешалась с землей. После этого все кустики присыпаю еще плодородной почвой или перепревшим компостом. И сверху уже мульчирую сухой травой или сеном. Если давно не было дождей и земля сухая, то надо обязательно полить смородину. Картофельные очистки могут использоваться в качестве удобрения весной, летом и осенью. Они повышают плодородность почвы и улучшают ее структуру. Способствуют получению крупных, сочных и сладких плодов. Однако такое удобрение не подходит для томатов, баклажанов, перцев, картофеля, а также чеснока. Всем удачи и до новых встреч!